Привет! Три года назад в начале пути своего влечения растениями я купила в Leroy вот такие лопаточки под переделку. Долго они ждали своего часа, я уже успела их использовать по прямому назначению. И вот сегодня я расскажу вам, как из подобных садовых инструментов я сделала волшебные лопаточки для ухода за растениями. К слову, ухаживать за растениями не так уж и просто. Они бывают тяжелыми, а про скрученность спины над клумбами я вообще молчу. Чтобы избежать в дальнейшем боли в спине, стоит держать мышцы в форме вместе с FitStars. Это платформа, на которой есть более полутора тысяч бесплатных тренировок по 100 программам. Я по-прежнему делаю сейчас акцент на мышцах спины и живота, чтобы убрать вот эту сутулость после беременности и вернуть прежнюю осанку. Ну и носить почти 10 кг счастья каждый день, вечером хочется сделать растяжку. Стараюсь находить на этом буквально 10 минут. Удобно то, что на FitStars можно отбирать тренировки по времени. Здесь всегда подробно объясняется и показывается техника выполнения упражнений. Если твоя поясница в жизни чувствует какой-то дискомфорт, ты можешь остаться в этом положении, включать ягодицы. Если никакого дискомфорта ты не испытываешь, то мы зайдем чуть дальше в кобру. Руки останутся перед нами и мы оттолкнемся от пола, чуть-чуть раскрывая их в сторону. Заметь, я не пододвинула их под плечи себе. В подписку также включены курсы на разные темы и рецепты, которые могут разнообразить ваш рацион. Платформой FitStars выгоднее всего пользоваться с безлимитной подпиской, а с моим промокодом у вас будет на нее скидка 70%. А еще тут на днях запустилась акция. Помимо моей скидки, всем, кто оформит безлимитную подписку, в подарок еще будут весы пикук. Переходите по ссылке в описании и добавьте немного спорта в свои будни. Итак, лопаточки. Там есть еще грабли, но ими я ни разу не пользовалась. А вот лопаточку и пику, так, что-то она погнулась. Вот, они уже помогали мне не раз в пересадке растений. Пика оказалась очень удобной при перевалке растений, когда нужно земляной ком отделить от горшка. Наверное, она для этого и существует. Также ей очень удобно пикировать растения, когда нужно маленький росточек с длинным тонким корешком подцепить из земли и ею как раз получается захватить все необходимое и не порвать корешок. Наверное, скорее она для этого. Декорировать эти предметы я буду по эскизам зрителей, потому что этот проект входит в серию про нашу школу магии. Фантазийный мир, который мы вместе с вами создаем по кусочкам. Сейчас, кстати, идет голосование, нужны ли нам с вами волшебные палочки или у каждого факультета будут свои волшебные атрибуты, как, например, эти лопаточки. Ссылка на голосование будет в описании. Красиво, когда все три инструмента в одном стиле, но в работе мне хотелось попробовать разные варианты. Я очень оценила, что некоторые представляли свои идеи целыми коллажами. Или, например, к своему рисунку добавляли выкрасы цветов, что выглядит уже не просто рисунком, а делает из этого именно эскиз для работы. Для оформления первого инструмента я решила взять флюорит. Камни подобной формы фигурировали на нескольких эскизах и к одному из комментариев прикрепили вот эту картинку. А подобные палочки как раз у меня очень давно в сохраненках. Мне сначала казался слишком толстый этот кристалл, но если облеплять рукоять, то будет как раз. Я думала использовать еще вот эти стекляшки из видео про ловца солнца, но у них цветная пленка нанесена всего наполовину. И там прям видна грань, где она есть, а где нет. Поэтому это сюда не подойдет. Плюс мне очень понравилась идея того, что инструмент может говорить о состоянии растения. А в этом флюорите как раз три оттенка. Фиолетовый, зеленый и белый. И пика как раз вставляется в землю намного проще, чем лопаточка, поэтому из нее можно сделать такой своеобразный волшебный тестер, помимо всего прочего. В работе я очень давно хотела попробовать полиморфос. Точнее, я уже пробовала, но с тем проектом пока сложности. А если с этим материалом не сложится, то возьму полимерку. Итак, пика. Пластиковая ручка внутри зажата металлическими дугами. Просто так у меня ее стянуть не получилось, поэтому я стала пытаться расковырять ее кусачками и ножом. Пластик оказался прочнее, чем я думала. И дремелем было бы очень легко это снять, но он у меня сейчас на даче. Там есть выступ, который входит в металл. Такой бугорок. И если резать ножом не там, где этот выступ, а там, где пластик тоньше, при этом минуя металл, то можно как раз сделать разрез и очень легко снять эту штуку. Другое дело, что нужно приложить усилия и быть очень осторожным с ножом, делая этот разрез. Ну, в общем, снять это реально. И сразу скажу тут про другие ручки, пока не забыла. Вечером я попросила Рома мне с ними помочь, пока что-то другое делала. А он их просто вот так вот стянул. Мне сил на это не хватило, но в целом и это возможно. Я вот так расковыряла ручку, и потом она легко сошла. Лепить новую я сначала думала из полиморфоса как раз таки. Это вот такие гранулы, которые плавятся в горячей воде. Его можно окрашивать, в том числе светящимися пигментами или специальными красителями. А еще он легко должен окрашиваться акрилом. Именно поэтому я на него и смотрела в выборе материала. Наливаю в стакан горячую воду и опускаю туда немного пластика. Он тут же готов к работе. Стал прозрачным. Аккуратно достаю. Сам пластик теплый, но нужно быть осторожным с горячей водой, которая может брызнуть из пузыря полости внутри, когда шарики слипались. То есть они слиплись, там образовалась капля воды, и когда вы начинаете это мять, вода брызгает. Первым делом я решила сделать платформу для кристалла, чтобы потом ровно приклеить его. Пластик побелел, значит застыл. И я добавила еще, чтобы как раз уже вылеплять ручку с текстурой коры. И вот тут у меня закрались сомнения с выбором материала, потому что, да, он очень прочный, он легкий, он отлично прилипает. Но вот тонкую фактуру на нем, либо я не знаю, как делать, либо просто на нем не успеть ее сделать, пока он мягкий. Или уже тогда дремелем резьбу по нему надо делать, потому что он очень прочный. Я пробовала нагревать участки горелкой, но нагревается только верхний слой, и я боялась перегреть его, а тогда он потеряет свои свойства. Я пробовала нагревать сами инструменты на свече и формовать его, но тут проще показать. Вот, я нагревала инструмент, и он проплавляет пластик, но пластик прилипает к разогретому инструменту. Ладно, попробуем его где-нибудь в другом проекте. Мне просто он очень интересен, как форму материала. Если кто-то с ним работал, расскажите, что делали и как. Я расплавила то, что налепила на рукоятку, и оставила застывать вот такими кусками, чтобы потом это все было проще плавить. И таки беру полимерку. С ней у меня тоже не самые простые отношения были, потому что раньше, очень давно, я не понимала, как из такого люди могут лепить. Она же супертвердая. И при этом у меня очень давно есть вот этот гель, и я только недавно связала, что его же можно вмешать в материал, и будет намного мягче. Для полимерщиков это, наверное, очевидная вещь. Ну, а я изобрела велосипед. Потому что как-то давно мы уже использовали его для того, чтобы сделать глину жидкой, а не размягчить. Ну, короче. Резать твердую глину очень приятно. Наверное, это стоит все делать в перчатках. Но кто давно меня смотрит, знает, что я люблю чувствовать материал прям руками. Правда, вот смолы это ни в коем случае не касается. Переминаю все кусочки и получаю мягкий шарик глины. Так делаю со всеми цветами. Помимо оттенков коричневого, я взяла еще фиолетовый и вот такой синий. Слабо помню, для чего я лет 6 назад купила подобный цвет. Скорее всего, ухватил на распродаже где-то заодно. Пластик у меня не получилось снять прям весь полностью. Он очень хорошо прилипает. Но не страшно, просто запечатаю его глиной. Я нанесла куски глины вот таким образом, раскатала их между ладонями и сформировала ровную подставку для кристалла сверху. А внизу растянула глину вот так, чтобы она в конце была прям, ну, очень тонким слоем. Дальше мне нужно было сымитировать кору. Есть разные техники, и как-то я уже пробовала это делать. Чтобы сделать текстуру, я скатала множество тоненьких полосок разных цветов, разных пород деревьев. У нас же будет волшебная кора. Также добавила туда пыль коры старого дуба друида из соседней деревни и пыльцу цветов малины, собранную на третьи лунные сутки. Но кто-то называет это просто перламутровыми пигментами. Кстати, в комментариях с рассуждениями о факультетах задавали вопросы о том, где будут творческие специальности. Я бы, если честно, разделила их на разные факультеты. Например, ремесленники, которые будут создавать подобные волшебные инструменты, определенно должны учиться на факультете живой сути. А вот, например, тех же ювелиров-гемологов стоит отнести к факультету земной тверди. Тем временем я растянула скрученные полоски в попытке имитации текстуры дерева. Я стала растягивать глину, и получились очень красивые... Я бы назвала это заготовками для лепестков лилий. Будьте у них другие цвета. Прожилки просто супер получились. Я стала облюблять этими кусками пику вот таким образом. Они просто были слишком тонкие, чтобы приклеиваться ровнее. Ну, а я понимала, что несостыковок потом видно не будет. Я разместила сверху кристалл, потому что кора должна заходить на него, и стала создавать фактуру коры. Довольно размягченная мною пластика, считай, не держала кристалл, и он заваливался от любого наклона. Поэтому я решила приклеить его к металлическому основанию большим количеством клея. И после приступила к более детальной проработке декора. Когда глина мягкая, с ней так приятно работать. Я делала широкие и глубокие порезы, а между ними помельче. На более крупной работе, по сравнению с теми брошками, которые я когда-то раньше делала, намного проще понять принцип создания более реалистичной коры. Нужно делать ложбинки, держа инструмент под углом, а не перпендикулярно. То есть не просто царапать вот так, а именно вот так делать линии, если говорить о крупных и заметных. А уже между ними рисовать потоньше. Все отлично запеклось. Совсем только не видно цветовых различий используемой глины, но главное это волшебный смысл, который мы заложили с вами этими разными цветами. Немного промялась вот тут, потому что глина была довольно мягкой, но это можно будет закрыть мухом. Я ночью накануне этих съемок попробовала один вариант красиво преобразить это дерево. Мне очень понравился результат, поэтому давайте так делать и на пике. Судя в том, что мне хотелось добавить объема. А это можно сделать, либо высветлив выступающие части, либо затемнив углубление. В случае с корой логичнее сделать темнее щели. И я подумала, что вместо черного будет интереснее взять темно-синий или фиолетовый. А еще потом я нашла у себя перламутровые чернила, тоже от куницы. Я наносила буквально каплю, а потом чернила по щелям растекались выше. Ну, точнее, они стекали вниз, но наверх пике. Так переход от черного металла будет еще больше сглажен. Потом точно так же я нанесла ей немного перламутра, чтобы добавить еще больше волшебности. Лишние чернила я стерла спиртом на выступающих частях. Таким образом, они попали в совсем незначительные углубления, а выступающая кора, наоборот, от них очистилась. Идеально. Я решила добавить немного мха, но не стабилизированного, который раньше очень часто использовала, а тоже из полимерной глины. Я формовала ее вот таким образом и немного приглушила тенями. Тот мой зеленый мох здесь смотрелся бы слишком ярко и крупно. А мне хотелось добавить немного в районе кристалла и в том месте, где у меня примялась глина. Также мне очень понравилась идея кристаллика на пике, поэтому он стал финальным штрихом в этом инструменте. Как я уже сказала, у других инструментов мне муж смог снять ручки, совершенно не разламывая их. Интересно, что в граблике немного заржавели, хотя они, в отличие от лопаток, все время пролежали в упаковке. Но их я пока отложу, возьму их за лопатку. Мне очень понравился вот этот эскиз, и у меня как раз оставался маленький кристаллик из эпоксидной смолы подходящего размера. Если помните, я делала аметистовое зеркало. Вот это оттуда и остался небольшой кусочек. Единственное, что он был довольно врастопырку, поэтому его нужно было пересобрать. Я отломала два кристалла и приклеила их обратно несколько иначе. Площадь суперкосновения была небольшая, суперклея тут не хватало, поэтому я обернула кристаллы в полярный скотч и потом залила туда еще клей. Тут, конечно же, отлично бы подошел горячий клей, но я же планировала потом и запекать лопатку с полимеркой, а горячий клей там расплавился бы. Пока он склеивался, я решила подготовить текстурный лист глины для обклеивания лопатки, чтобы сделать закручивающиеся линии, как на эскизе. Точно так же разные цвета, волшебная пыльца режу, скручиваю, раскатываю. Кристалл готов, поэтому я стала крепить его небольшим количеством глины к лопатке. Тут же отправила запекать, чтобы он хорошо держался и было удобно и работать, а то флюорид на пике у меня же все время заваливался и оттягивал глину, что очень мешало. А пока это все запекается, я стала разминать еще одну порцию глины. Здесь мне также нужно было создать форму рукоятки, которую я буду декорировать, поэтому я взяла смесь всяких обрезков глины. Точнее, нет, вообще-то это пыль разных пород деревьев, которая была вмешана в клейкую эссенцию, и из этого я и выкатала между ладонями рукоятку, также сводя слой глины к минимуму внизу. Теперь листики. Чтобы сделать их разного размера, я скатала конус и нарезала его на равные по ширине кусочки. Дальше придаю кружочку форму листика и вот таким образом формую его острым инструментом. После аккуратненько отцепляю от пальца и переношу на лопатку. Лучше работать в перчатках, чтобы не оставалось отпечатков пальцев, но у меня в данном случае на задней стороне листиков это совсем не видно. Только этот листик я немного испортила, и не только его, на самом деле, мне кажется, я каждый третий лист переделывала. Вот этот вот получился очень красивым, смотрите. Так как у меня глина очень уж мягкая, снимать нужно супер внимательно. Она растягивается довольно сильно, но в то же время именно это мне дает тонкий кончик листа. Прежде чем делать новый слой, я затемнила низ листьев коричневым пигментом. Так на слоении листьев не будет сливаться. Я пробовала делать градиент из самой глины, но учитывая, как часто я переделывала листики, проще было обойтись вот так пигментом. И вот что в итоге получилось. Я не стала делать прям ровные линии из листьев, мне показалось, что будет интереснее вот так. Далее нужно было добавить глину, чтобы закручивающиеся линии были в одну толщину с листьями. Примерно вот так. Хотелось чего-то добавить, и я решила пустить какую-нибудь веревочку по нижней границе листьев. Приклеивала маленькими отрезками на суперклей. Сделала так два ряда, и еще добавила еще слой глины, и переделала полоски, потому что появился такой заметный переход толщины из овощеного шнура. Плюс это позволило аккуратно уложить глину как раз по контуру шнура, подогнать ее прям к шнуру. И остались грабли. С ними мне хотелось попробовать один трюк со смолой, на котором я натолкнул вот этот эскиз. И какой-нибудь из этих кристаллов использую. Но сначала нужно разобраться со смолой. Замешиваю ее по инструкции и добавляю туда немного вот такого пигмента. Хорошо перемешиваю и окрашиваю это каплей спиртовых чернил. Они дают прозрачный цвет. Затем я вылила большую часть смолы на силиконовый коврик, а оставшуюся четверть окрасила в более насыщенный салатовый. Если вы смотрели видео про вот эту звезду, там я пробовала формовать эпоксидку. И здесь я хотела попробовать придать форму листу примерно в той же технике. Мне нужна была смола для рисования прожилок листа. И я буду это делать через пакетик от страз. Оставляю смолу загустевать и пока беру здесь сами грабельки. Здесь в качестве особого элемента я решила использовать маленькую баночку. Она будет закрываться листом и там волшебным образом будет собираться роса. Или настаиваться какой-то отвар, и лист будет открываться, закрываться, и там под ним будет происходить магия. Баночку нужно будет тоже заранее тут приклеить, как и кристаллы в лопатке. Я начала сначала облеплять ее тоже остатками глины, тех цветов, которые я вроде бы больше не планировала использовать. А потом подумала, что было бы интересно сделать тоже кору, а в ней разломы, и там под ними разные цвета. Так как, знаете, так делают либо в керамике, либо со свечами. Полезло смотреть, какие волшебные цвета глины у меня есть. Но волшебный цвет это для меня стандартная палитра. Фиолетовый, розовый, синий с блестками такой вот еще нашла. Ну и коричневый для самой коры. Разминаю новую порцию глины. Далее мне нужно было обклеить рукоятку тонкими слоями. Розовый, фиолетовый, синий, темно-коричневый и смесь коричневых для коры. Я не сразу вспомнила, что цвета можно наслоить друг на друга еще до наклеивания на рукоятку и раскатать их. Так слои будут еще тоньше. Аккуратно обклеиваю ручку. Вот здесь размещу кристалл. И от него я и думала сделать такие прорези. Словно от него идут расколы. Потому что это волшебный кристалл, который был... Ну, врезан. Ну нет, он был волшебным потоком сбит в дерево. И дерево раскололось. И вау, такая палочка, короче. Было бы легко снимать глину вот таким инструментом, но оно у меня очень мягкое. И я побоялась, что он будет тянуть ее. И да, так и вышло. Значит, беру лезвие и начинаю вырезать. Очень долго я с этим проковырялась. Чуть не забыла, что там у меня еще смола с листиком ждет. А она подзагустела. И можно уже было рисовать прожилки листа. Оставляю это все прерамизоваться почти до конца. Но не до конца. Чтобы придать смоле форму листа, мне нужна была форма. И вот тут точно супер подойдет полиморфус. Наливаю горячую воду в стакан и опускаю туда кусочки пластика, которые, кстати, я и использовала в начале. Он становится прозрачным опять. И вот видите, те кусочки, которые были покрупнее, они внутри не стали прозрачными. Потому что им нужно больше времени на это. Именно по этой причине стоит хранить этот полиморфус более мелкими кусочками для удобства работы. Но мне сейчас это совершенно не помешает. Поэтому я прям так их и достала и стала формовать. У меня получилась вот такая раковина. Я переживала, вдруг смола прилипнет к ней. И тогда станет матовой внутри. Поэтому попробовала затянуть эту форму пищевой пленкой. Вроде вышла, но потом я ее сняла. К ночи смола уже хорошо отходила от коврика. Вот только на нем немного стекла. И получилось, что лист стал намного уже. Но я подумала, что смогу его обратно растянуть. Пыталась это сделать и уложить его на эту белую раковину в пленке. И, как я уже сказала, потом я пленку решила убрать, потому что видела, что смола совершенно не прилипает к заготовке. И также я решила сразу ее и обрезать по контуру, потому что, когда смола полностью полярмизуется, это делать крайне сложно. Ну, точнее, там нужно уже прям пилить. Листик получился неплохим, но в разы уже того, что я хотела. Значит, дубль два. Я еще посидела, поковырялась ночью с этой лопаткой и поняла, что у меня совершенно не получается сделать идею с этими расколами такой, как я хотела бы это видеть. И получалось вообще не очень. На самом деле это прям выглядело плохо. И я решила, что лучше будет вот так. Да, это тоже имитация коры, но чуть попроще, чем в первом инструменте. Зато здесь я добавила веточки лозы, которые очень часто фигурировали в эскизах, а также круглые кристаллики. Что касается листьев, попыток было по итогу пять. Первый узкий лист. Вот этот получился хорошим, у него очень интересная текстура, но я была вынуждена уехать и не смогла сделать прожилки. Потом получился вот этот совсем неудачный вариант. Вот этот я стала слишком поздно клеить, а потом я сделала его. Тот самый идеальный лист с тончайшими прожилками. Ой, он прям вот такой, каким я его и задумала. Интересно еще то, что я сначала рисовала контуры листа, но здесь это совершенно не понадобилось, так как край смолы и создает сам по себе эту цветную окантовку. Если смотреть сбоку, ее здесь нет такой, как на первом варианте. Далее нужно было прикрепить лист к инструменту. Чтобы он лучше сел, я обрезала его вот таким образом и просто-напросто приклеила. Этот контур нужно было замаскировать, но отправлять лопатку с только что застывшим листом в печку я не рискнула. Поэтому я облепила ее фольгой и начала создавать маскировку из лозы прямо на фольге, которая в точности повторяла все контуры. Затем я сняла фольгу и отправила в печку только ее. Отлично. Теперь этот элемент можно приклеить суперклеем. И вот такие лопаточки получились. Мне очень нравится, как получилось сделать кору с кристаллом на пике. Мне очень нравится, как выглядят кристаллы с листиками на лопатке. И я очень рада, что идея с листом все-таки получилась. Касая моих магических свойств, если мы с вами решим, что нам не нужны отдельные волшебные палочки, а у каждого факультета будут свои волшебные атрибуты, мне кажется, на факультете живой сути вполне могли бы быть основными магическими инструментами как раз эти лопатки. Под постом про оформление лопаток были еще очень интересные мысли про то, что студенты улучшают свои инструменты во время учебы, наделяя их большей силой. А еще мне очень понравилась идея того, что каждый инструмент может иметь свой характер, взаимодействовать со своим владельцем. Примерно как плащ левитации у доктора Стрэнджа, только намного интереснее, потому что у каждого студента этих инструментов целых три. Были также красивые идеи подобного оформления лопаток, и мне тоже очень нравится подобная стилистика, и у меня очень много сохраненок подобных посохов еще со времен стал гриму кинжала. Но я бы все-таки подобные формы оставила бы для посоха преподавателя с факультета небесной выси. Если вы причисляете себя к факультету живой сути, нашему лесному факультету, такие лопаточки в Лероа стоят всего 200 рублей. Они также есть на Азоне, и там подороже, но зато получается, не нужно ехать в гипермаркет, и доставка бесплатная. Ну, как бы она зашита в цене. И вы можете их точно так же декорировать, и если вы это сделаете, то обязательно делитесь своими фотографиями в своих социальных сетях с хэштегом NSHM-инструменты. Мне будет очень интересно посмотреть на вашу работу. Мы можем с вами создать коллекцию инструментов у студентов нашей школы магии. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока!